добрый день наши дорогие любители шитья красивых тканей и хороших журналов у нас новый журнал осень 23 патроны с так хочу сразу сказать может быть много и у нас новичков что тут размерный ряд не российский и на обложке мы что видел видим блузу и брюки очень красивые тона такие нежные так ну что блуза кстати говоря вот если несколько лет назад небо на молодой девушке предложили такую блузу я бы сказала ну немножко до места не по возрасту сейчас у меня совсем другое мнение потому что насмотренность я посмотрела недели моды и поняла что там много предлагается для комплектации чаще костюмов вот такие вот блузы единственный конечно она застегнулась слишком а так вообще красивый принт оля и тро поэтому у кого хомячих запасах есть такие ткани то обязательно шейте блузу рубашечного типа так ну давайте посмотрим что нас ожидает кстати этот журнал мы очень полюбили да сразу скажу что здесь не всегда картинка соответствует выкройки или выкройка картинки но все равно в итоге получается может быть нет в точности такой такой изделия как на картинке но она все равно будет красивым и сразу же скажу что как и в любом журнале и любые готовые выкройки которые изготовлены не на персональном ваши параметры то есть это все для стандартных параметров если у вас где-то какой-то нестандарт а он как правило есть у всех то выкройку надо корректировать главная наша задача показать что любую выкройку можно скорректировать и посадить на любую фигуру так вступление закончено давайте сейчас будем смотреть конкретно вот я хочу в этом обзоре обратить внимание на детали которые чаще всего мы пролистываем не обращая внимание детали как известно делают все так вот сейчас моду вернулась вернулся полу прилегающий силуэт до приталенный силуэт но не слишком приталенный а свободно и вот что сделать пока еще мы не воспринимаем этот жакет как особо модный потому что ну это классика сейчас больше оверсайз но вот что здесь грамотно сделано они плавно переходят жакет полу прилегающий а брюки свободные то есть это уже современное модно выглядит а вот если к этим к этому жакету шить классические брюки этому не может мне покажется что это не слишком актуально а так вот миди удлиненный жакет брюки широкого покроя вот как раз таки наверное сейчас мне стоит поговорить о том что вот оверсайз жакет мы шьем уже сшили вернее группе изюм напомню группа эта творческая но сейчас у нас там почти или вообще полные мк по изделиям стоит эта группа всего 500 рублей но там где вы купите еще мастер-класс по жакету за 500 рублей и что самое важное я там даю свои свои авторские технологии которые гораздо проще классических как бы это громко не звучало что помогает шить изделия быстро легко не ущерб качеству так вот мы шьем там оверсайз но я даю рекомендации как сделать ну вдруг вы не хотите такой свободный шить я там говорю что же делать чтоб не шить такой свободный поэтому приходите к нам пожалуйста и вы сошьете жакет вот даже даже такой если вам оверсайз не нравится мне нравится этот жакет выкройка она простая но сравнительно сидит замечательно здесь даже с балансом по моему все хорошо обычно в жакетах полочка или подборт он как бы задирается это говорит о том что с балансом не все в порядке здесь ну чуть-чуть я бы исправила баланс а так вообще посадка замечательно брючки наши любимые широкие тоже сидят хорошо здесь уже детально показано да вот плечо прекрасная посадка рукава вот это вот естественно если кто-то сейчас скажет что здесь заломы есть эти заломы необходимы чтобы вот такой вот силуэт не мешал вам двигаться руки поднимать поэтому это естественное но так на какие детали я хочу обратить внимание мы в прошлом году по-моему не помню в каком месяце в группе опять-таки изюм показали брюки с фестонами и хорошо что девочки повторили за нами у многих есть и брюки с фестонами а здесь вот смотрите здесь манжета приточная оформлена вот такими фестонами больше нигде нет фестонов а именно же на манжете это смотрится уже свежо поскольку ну сорочки блуза вот такого типа уже очень распространенное явление но вот мне кажется если вы любите изюминку придать изделию вот это очень хороший вариант изготавливается фестоны легко и это все показала вот пожалуйста мне даже сейчас захотелось как-то раньше такой мысли не было использовать фестоны в сорочке а теперь вот пожалуйста и что мне нравится они не стали в воротнике их делать по моему их нет там а вот только на рукавах манжете как замечательно так с этим ясно здесь идет еще один жакет кстати говоря жакеты которые без лацкана ну лацканы понятно классика этого всем нравится у всех есть и ну вот такие жакеты без лацканов опять же если пару лет назад это было тоже до места не актуально то сейчас обратите внимание вот на эту выкройку мне она очень нравится и нравится что белый он такой и пуговицы черные замечательный костюм и как красиво смотрится белый с голубым вот в этом журнале я так поняла много жакетов это замечательно любой найдет на свой вкус это вот наверное приближена силуэт к нашему оверсайз который вот мы шили мне очень нравится клеточка и обратите внимание большие карманы с клапанами на блузе брючки ну все замечательно и вот я хочу вас обратить ваше внимание опять же на детали вот кто-то скажет что здесь линии не совпадают но дело в том что для хорошей посадки когда вы тут надо выбирать либо хорошая посадка лес либо совмещение полоски или клетки так что на вот это тоже не обращайте внимание это вполне естественно можно конечно совместить но тут что-то будет страдать скорее всего вот посадка вот этот верхний окат будет страдать если вы будете стремиться посадить вот эту линию проймы с линии оката это вот на всякий случай потому что я знаю многие девочки уж очень заморачиваются на этот счет и когда они тормозят на этом этапе до создание изделия то как правило это изделие превращается или в долгострой или недошив вот еще один жакет мне нравится я обожаю кстати вот закругленные лацканы обратите пол и жакета обратите внимание мне нравится в общем этот жакет все в нем нравится полоска посадка ткань вот то что здесь такая помятость это уже говорит о том что это натуральная ткань вы знаете вот если я посмотрела на технический рисунок на вот эти лацканы дак воротник этот небо это не понравилось я не люблю вот это вот мне кажется если уже шить то надо шить более классический воротник но здесь так все гармонично и так мне нравится что здесь преломление видно преломление этих линий что я бы шила даже такой жакетик несмотря на то что вот такое я не люблю видите как бывает вот сейчас приверженцы классического прилегания пожалуйста вот эта выкройка для вас дальше идет кейп вы знаете так вот есть такой момент когда шьются изделия то большинство девочек прежде всего думает о о том уместно ли такое изделие в гардеробе да и первая мысль вот куда такое носить нет типа поводов и прочее то что-то выделяющиеся из общей толпы мне кажется вот стоит такую вещь шить и сразу найдется повод ее надеть мне очень нравятся такие изделия это всегда вроде бы и классика нет никакой вычурности особенно вот под светосочетание черно-белый ну что может быть лучше но вот такой такое изделие может придать элегантности стиля мне все нравится шнурок и воротничок все очень гармонично спасибо журналу юбка карандаш ну отлично если фигура позволяет но если бы даже была юбка например миди ровного покроя которыми кстати юбку подобную мы шили опять же в изюме по моему прошлом месяце в сентябре то все равно было бы замечательно но и само собой с брюками было бы хорошо как красиво так дальше дальше плащ вот чего я не люблю и не скажу что это когда-то было так уж популярной сейчас всегда предлагались такие выкройки вот я имею ввиду сборку ну хотели тренчу придать каких-то новых деталей да не сдам не это не нравится категорически я такой плащ не шила все таки тренч он да наверное наверное можно что-то в нем изменить потому что слишком много тренч и но точно не не вот этот момент ну платится мне очень нравится похоже что это джинс да и скрепа платье и скрепа выглядит как будто бы это джинс кстати такие застежки в моде опять и оно такое базовое с длиной правда мне кажется можно было бы длиннее не потому что ножки видно ну как-то не очень современно выглядит хотя мини ой я ошиблась мини то в моде сейчас кто себе может позволить пожалуйста выкройки нет вытачки это наверняка создаст проблемы но как добавить вытачку выкройку я неоднократно показывала в мастер-классе и мне кажется даже на канале есть отдельные видео по этому поводу дальше пальто вот такая длина пальто это полупальто мне кажется нет и вот соотношение этих длин тоже нет ну вот это пальто мне нравится а платье она базовая я так поняла с цельнокроеным рукавом но тут не видно посадка как именно в этой области до в области проймы ну так на картинке мне нравится из трикотажа под пальто нормальной длины это на зиму и на осень мне кажется лучшее решение нет такое трикотажное платье дальше идет пальто которое тоже не знаю для такой плотности ткани это явно пальтовая ткань шерстяной сукно сукно может быть и помягче но в принципе она такое держащие форму до торчащая ткань мне кажется не стоит делать такие рукава ну и лацкана нет это пальто мне не понравилось там платье базовое тоже не могу ничего о нем сказать просто базовое платье выкройка опять-таки без вытачки дальше пальто из твида жакет можно сказать такой трудно сказать ну вроде бы вот область плеча мне нравится все наверное хорошая выкройка но опять же хорошая выкройка когда вот задают вопрос в чате подскажите пожалуйста журнал с хорошими выкройками я всегда стараюсь ответить что журнала в котором были бы идеально на вашу фигуру выкройки такого быть не может это только счастливицы с идеальной стандартной фигурой может сказать да вот этот журнал тут все мне подходит а так вообще все выкройки как правило для хорошие посадки надо корректировать но и вот клетчатые платье да в принципе платье мне нравится тут я так поняла два вида клетки до шотланды общая картинка мне нравится и сумка все все нравится и это асимметрия вот казалось бы до сочетает несочетаемое но в итоге мне нравится так дальше идет пальто с рукавом реглан я это люблю тут такая картинка что нельзя точно сказать как сидит рукав ну так вроде бы нормально в реглане важно как он сидит хотя там заломы тоже естественные вот придираются к заломам но в реглане если нет вытачки выходящие из проймы то посадить реглан трудно и опять же платье тут видите как креативно поступили платье с запахом но горошек двух цветов даже трех пояс из третьего цвета ну интересно почему нет дальше платье с драпировкой это сейчас очень модно и мне даже стало нравится такой такой стал нравится такой как это сказать такой фасон да и пальто классическая такая такое пальто пиджак пальто жакет перелегающими замечательно с брючками хорошо будет ну совсем принципе будет хорошо там две вытачки значит приталена ну и тут видно что приталена так дальше блузка идет симпатичная булочка тут защипы и я так поняла два вида ткани креп и вуаль до плиссеру плиссеру с плиссерованными деталями круглым вырезом горловины без рукавов и брючки сочетание оранжевого и синего классическое сочетание красиво смотрится блуза то который на обложке из креповой вуали с вытачками сборками горловины а вот она на без застежки симпатичная блуза мне нравится расцветка и брючки классические ровные брюки брюки в этом журнале по-разному бывает бывает что идеально садятся бывают то есть выкройка соответствует картинке бывает совсем не соответствует в общем надо тщательно выбирать выкройку свой размер корректировать так вот жакет вот этот жакет никак мне не нравится честно говоря вообще не современного смотрится весь образ яркие все мне нравится мы просто когда я смотрю на этот жакет и длина рукава такая невнятная в общем картинка яркой красивая этот головной убор дополняет весь образ обувь сумка принт на брюках так опять идет жакет тут что-то интересно тут такая деталь втачивается в между рукавом и плечом не знаю не было мне кажется нет смысла делать на принтованной ткани этого не видно мороки с этим прилично ну то есть а эффекта нет кстати последних показах были такие моменты но они более утрированные были до более острые плечи можно это сделать мне кажется будет лучше если это будет на однотонной ткани дальше бермуды а тут еще брючки с интересным гульфиком да ну мне кажется опять же на принтованной ткани это смотрится но может быть на широких брюках было бы лучше но я бы не стала делать эту деталь мне кажется она не комплементарно смотрится для общего я думал что это принт оказывается это такая вточная деталь кокетка своеобразная но не знаю не то дальше жакет вот жакет классического покроя с рельефами выходящими из проймы естественно что эти рельефы делаются на приталином силуэте тоже картинка симпатичная в общем казалось бы контраст такой между низом и верхом но мне нравится для высоких девушек особенно картинка красивая вот понимаете когда картинка красивая нет таких явных недостатков посадки то ты уже не придираешься к тому что например ну силуэт жакета сейчас не актуальный доделают притальные жакеты но но только армане делает вот эти классические рельефы ну и это смотрится как вам сказать классически изысканно но немножко устаревший на мой взгляд дальше юбка которую тут не понять но она вот интересная мне кажется языка кожи можно сделать такую юбку что потому что на эко кожи хорошо смотрятся от строчки тут вот есть где разгуляться такой цвет не знаю вот это манжеты сборки что-то меня здесь смущает но юбка выкройка хорошие дальше еще один жакет о этот жакет я что-то подобное шил много лет назад правда симпатичный жакет но я бы сейчас не стала вот это вот эти вот детали делать вот если бы это было например фуфаечка как мы шили там вот интересный рукав то да а в жакете в классическом мне кажется смысла нет вот это вот делать такие такого изюма добавлять нет смысла брючки хорошо сидят винтажный оттенок ну тут все винтажные фасоны и оттенок но розовый кстати сейчас на пике популярности и я очень люблю этот цвет он всегда такой придает приятный розовый оттенок лицу не нравится так дальше детали вот я хотела обратить внимание на деталь но вот это вот мне не нравится когда делают так и отстрачивают это очень дешево смотрится такая обработка рукава а вот здесь вот я вот говорила вам что для свободы движения здесь залома это естественно но здесь и здесь это неестественно здесь недостаток посадки этот жакет мне нравится со спинки особенно приспущенный рукав а это вот он это но неважно симпатичный цвет мне нравится этот цвет очень и комплект мне нравится такой вот смотрите вроде бы везде минимализм то есть нет никакого декора лишних деталей они вот манжета делает стиль в этой блузке брючки тоже симпатичные классические а-ля джинсы да и обратите внимание сейчас все отстрачивают стрелки когда лет двадцать назад я стала стрелки отстрачивать это был такой как это отстроченные это клиенты удивлялись а потом так все привыкли к этому что не нам заморачиваться от утюживать все кстати мы сейчас брюки шьем в группе изюм и там вот как раз сегодня будет урок по стрелкам то у нас и складка и стрелка как сделать чтобы не утюжить чтобы это красиво смотрелось и при движении было красиво так теперь теперь жакет еще один вот сейчас мне кажется переход от оверсайз классическому жакету вот именно вот такой силуэт может как стать компромиссом потому что все равно редко кто решается на оверсайз и понимает что и слишком приталенный жакет это тоже сейчас не актуально и вот переходный объем я бы сказала вот этот вот жакетик мне нравится единственное мне кажется он коротковат для этого роста немножко куца выглядит вот обратите внимание здесь по пропорциям и здесь а это армане то сразу можно сходу сказать что это армане он упорно гнет свою линию так брюки брючки тоже как какой-то все куца и хотя в общем и цвет красивый девушка красивая и обувь мне кажется вообще не отсюда дальше жакет еще один но опять же вот те рельеф которые я не люблю ну пожалуйста для хорошей посадки можете шить именно так этот жакет мне нравится когда я не вижу вот этих вот деталей их здесь не видно спрятаны видимо под ремешком белый цвет вот я вот на какой мысли себя поймала что белый в любом фасоне и при любых рельефах смотрится красиво брючки ну вот здесь видите можно сравнить здесь оверсайз который под поясом а здесь сразу крой и то есть линию талии подчеркнули ремешком но он оверсайз видно что такое слегка прилегание ну почти нет а здесь уже изначально в крое заложено приталенности вот это и это как смотрится мне кажется это смотрится гораздо гораздо современнее это точно не армания а кто это барбара какая-то неизвестная марка но это смотрится гораздо современнее нежели это жакет еще один этот же жакет мне нравится безоговорочно все нравится опять же белые опять же контрастные пуговицы все мне нравится здесь и воротник я именно такое люблю такие такой раскеп и такие лацканы очень красиво вот у армании оказывается есть свободный такого же плана девочки обратите внимание на этот костюм тоже переходный от оверсайз классики согласна со мной тут можно как бы всем угодить нам сейчас приходится рассказывать что все таки рискните на вот оверсайз но кто не рискует пожалуйста еще один жакет тут все выглядит куца пропорции ну какой-то странный вот как будто бы и не знаю из 90-х все тут куция но выкройка хорошее я имею ввиду от линии хорошие так дальше еще один жакет как много здесь жакетов то же самое что то же самое я вам скажу что такой переходный но тут уже конечно прилегание более классический это же вот посмотрите они сделали вот такие как вам сказать обработали таким образом не обработали именно крой такой я люблю когда закругленные полы но тут открывается гульфик и он будто бы тут служит каким-то декором но не знаю гульфик вряд ли это какой-то такая деталь которую надо уж так явно показывать вот с этим а было бы это оверсайз или двубортная застежка вот в этом жакете с этими же закругленными полами это будет было бы классно замечательно но тут вот явно недоработка так дальше косухи которые вот как-то я не люблю косухи и как и не получается себя заставить их полюбить ну вот этот который вот эта косуха сейчас я себе шила косуху то это было бы косуха без лишних деталей без молнии без вот этих вот патов такая лаконичная все можно так сказать элегантная косуха ну ее тоже можно вот убрать все лишнее будет а так посадка ну нормально было бы это опять же оверсайз то вот этих вот недостатков не было бы видно дальше пальто обычное пальто приспущенное слегка рукав мне нравится посадки сказать трудно но мне кажется есть тут немножко проблема с с балансом жакет еще один ну это явное жакет явный явное ретро хотя и приспущены вроде бы плечи ну ретро юбка с запахом дальше юбка в клетку крышу на и жакет хорош на картинке вернее на техническом рисунке о здесь даже есть классические вытачки от ростка да ну я не знаю зачем их дело сейчас ткани позволяют обходиться без этих вытачек но если может быть хотели подчеркнуть такой стиль то может быть тут что-то интересное на рукаве от строчка так вот детали тоже обратите внимание может быть они именно из-за этой детали из-за этого этой от строчки вам захочется шить этот жакет это все да и надеюсь бесконечный какой-то журнал и что я вам хочу сказать очень много выкроек жакетов мне кажется любой найдет на свой вкус потому что вот как бы мы не рассказывали шоу версия что оверсайз это круто но все равно большинство из моих например девочек приверженцы классического стиля вот пожалуйста вы здесь можете сшить именно то что вы хотите спасибо за внимание поставьте нам пожалуйста лайк вдохновите нас на дальнейшие наши старания пишите пожалуйста хорошие комментарии подчеркиваю хорошие они хорошие держите при себе всего всего доброго до новых встреч